Лучше. Еще одну историю. Как я пил одеколон? Придуманно. А ты пил одеколон? Придуманно. Хорошо. Всех моих героев зовут Петров, так что не удивляйтесь. Это надо и лучше Петрову сказать. На севере ему грустно. Ниточка. Петров нажал кнопку и протянул ниточку прямо к сердцу Коровиной. Коровина почувствовала это, тихо ахнула. И замерла со счастливой улыбкой. Потом он сделал то же самое с Валибаевой, Бойченко, Штерн, Счуевой и с другими тоже. Петров не задумывался об этом. Просто тянул свои ниточки к новым сердцам, пока не понимал, что уже можно. И тогда он собирал ниточки и начинал вязать себе шарф. Как всегда, ровно два часа. Это продолжалось всю зиму. Каждый вечер он уходил с работы домой в новом шарфе. Правда, тот держался всего пару часов. Выйти, дойти до остановки, сесть в трамвай, проехать восемь остановок, выйти из трамвая, пройти квартал по заснеженной улице, зайти в подъезд. Пока он поднимался в лифте на свой этаж, шарф понемногу исчезал. Петров разувался, шел на кухню, ставил чайник на газ и, не снимая большого черного пальто и мокрых ботинок, ждал, пока тот засвистит. Потом наливал себе кружку кипятка и высыпал туда то, что получал от Игоря. На работе Игорь каждый день заходил к нему. Они проводили вместе минут 10-15 и уходил, а у него оставалось то, что он носил весь день с собой. Изредка проверяя, не исчезла ли, и убеждаясь, что нет, конечно, а по вечерам грело его и радовало. Потом согревшийся и улыбающийся Петров вставал, возвращался в прихожую и начинал вычищать карманы. За день туда попадала куча всякой дряни, больше всего приносил корюшка. Как-то Петров целую неделю не мог привести в порядок карманы после очередного визита этого пустозвона и хама. Липкая грязь, мелкий мусор, шелуха так прочно приклеились к стенкам карманов, что он едва справился. Наконец Петров раздевался и ложился в постель. К этому моменту он понимал, что его собственная ниточка, которую вчера протянула к нему Таня, едва жива. Какое-то время он боролся с собой, но потом все равно звонил. Она снимала трубку и говорила с улыбкой. «Петров, милый, привет!» И ниточка сразу начинала утолщаться, крепнуть и окрашиваться во все цвета спектра. «Как там на твоем радио? Как программа твоя?» – спрашивала Таня. И он рассказывал о своей задушевной программе и постоянных слушательницах. И ниточка к Тане превращалась в веревочку, канат, стальной трос и, наконец, в мост широкий и прочный. Оставалось только шагнуть. Но именно в этот момент она всегда говорила, «Ладно, любимый мой Петров, мне пора спать. До завтра!» И отключалась. А Петров еще в течение нескольких минут наблюдал за тем, как исчезает мост. Сначала он превращался в бревенчатый, деревянный, потом отончался до мостков, потом становился веревкой, шпагатом. И оставалась тонкая ниточка. В очередной раз Петров думал о том, что перерезать ее дело одной секунды, но оставлял до завтра. А на следующий день вечером привычно нажимал кнопку, включая микрофон, и говорил, «Добрый вечер, дорогие! С вами, как всегда, в это время ваш Петров». Коровина чувствовала ниточку, ахал и замирала.